Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, любители шахмат. Сегодня я хотел рассказать о таком советском шахматисте, Льве Полугаевском. Чем он знаменит? Ну, во-первых, он был очень сильным шахматистом. То есть он, допустим, 1970 год, я посмотрел, действительно был в десятке. То есть это 7-8 по силе. И после этого, допустим, в 80-е годы он играл в турнире претендентов. То есть он на протяжении где-то 20 лет, может быть, больше, оставался одним из ведущих шахматистов мира и претендовал на то, чтобы сыграть матч. Тогда шахматисты более возрастные были в целом, это вот началось, может быть, конечно, были там вундеркинды, кто вот в 20 лет становился чемпионами. Но, в принципе, гроссмейстер был более таким шахматистом возрастным. Ботвинник, например, говорил, что шахматист, который является аналитиком, у него карьера дольше. То есть он дольше сохраняет такие шахматные, шахматную силу и ищет пути для развития. Но этим, как бы, Полгоевский вот как раз знаменит. То есть он, если вот есть синоним слова, аналитик. Ну, Ботвинник такой был тоже, конечно, по натуре. Но очень много идей тогда выдавал именно Лев Полгоевский. Он является автором книги «Рождение варианта». Очень много про эту книгу приходилось читать. Сам я ее, ну, пока готовился к лекции, открыл, прочитал где-то две главы. В принципе, написано интересно, много подробностей. Ну, конечно, именно много он написал именно по поводу своего вот варианта в сицилианской защите, которого мы коснемся и разберем. Интересно, что он, как бы, молодым шахматистам говорил о том, что нужно в каждом ходе, в дебюте пытаться на что-то напасть, создать какую-то угрозу. И это, конечно, мысль потом ее, скажем, использовал Каспаров, да. То есть он именно навязывал сопернику борьбу с первого хода, с дебюта. И многие шахматисты, конечно, не выдерживали. То есть такого напора, скажем, и такой подготовки именно вот на первых ходах. Там Лека, допустим, говорил о том, как он с Каспаровым планировал играть вот хотя бы шесть ходов, сделать в английском начале белыми, и затем, значит, как-то уже играть по ситуации. То есть с Каспаровым, как бы, нужно было быть готовым бороться вот еще с самого-самого начала. И таким же вот был Лев Полугаевский с его знаменитым вариантом. Ну вот, я покажу вам фотографию. Это, например, турнир претендентов 1900... Не турнир претендентов, а матча претендентов 1980 года. То есть он обыграл Таля в первом круге и в полуфинале уступил Корчному. Только в последней партии. То есть вообще у него было четыре... В английской Википедии написано, что он как в четырех турнирах претендентов участвовал. Но я как бы не совсем нашел столько материалов. Только на два турнира. Но тем не менее он постоянно участвовал в межзональных соревнованиях. И, ну, скажем, постоянно претендовал на то, чтобы сыграть матч на титул чемпиона мира. Вот. Вот, например, это обратная сторона книги «Рождение варианта», про которую я уже сказал. То есть мы видим здесь, что вот пишут, что он стал гроссмейстером, мастером спорта, чемпионом страны. И, значит, выигрывал командный турнир из спартакиады народов СССР и на крупных международных шахматных турнирах. Но реально это как бы не самое важное, что он сделал. То есть он являлся, во-первых, выдающимся теоретиком, да. И, во-вторых, что он реально выступал в турнирах претендентов. И матчах претендентов, я извиняюсь. И это как бы главная заслуга. То есть выше в шахматах ничего нет. Только вот сыграть матч на титул чемпиона мира. Но матчи претендентов с ними ничего не сравнится. Участие в каком-то супер турнире. Тогда с этим была, ну, немного была другая обстановка. Такого гранд-честура не было. И в каких-то турнирах, ну, состав был более пестрый в турнирах. Ну, в принципе, вот эти именно мерзональные турниры и вот матчи претендентов. Или там до этого были турниры претендентов. То есть это кто участвовал в них и побеждал, как по-угаяевски. Это были, конечно, лучшие шахматисты мира. Ну, он вообще оставил довольно большой след в истории. И давайте перейдем теперь уже к партии. Так. Именно как теоретик. То есть, прежде всего, он известен именно как автор своего варианта. И как шахматист, который смог очень много сделать для теории шахмата. Так, сейчас мы перевернем доску. И... Значит, по поводу варианта Полугаевского, да. То есть, этот вариант... Ну, он не сыграл его самый первый, но... С самого начала своей карьеры он очень много анализировал. Он участвовал в каких-то клубах. Ну, это тогда было на такой, как бы, домашней основе. Тем не менее, постоянно обсуждал теорию. И вот... Хотя этот турнир... Этот вариант тогда назывался Куйбышевский вариант. Тем не менее, потом было общепринято называть его вариантом Полугаевского. И он считал, что это справедливо, потому что он очень долгое время, каждый день изучал позиции. Очень много работал. И очень много интересовался именно этим вариантом. Понял, что это вот будет его такой фирменный дебют. Ну, давайте попробуем начать. Итак, он играет... Это один из турниров... Турниров, там, чемпионата СССР в Тбилиси. И Полугаевский играет черными. Е4. С5. Конь Ф3. Д6. Д4. А6. И это то, что называется... Вариантом Найдерфа. Слон G5. Ну, на сегодня это один из самых актуальных ходов. Так постоянно играет Фабиано Каруано. То есть, идея связать коня на F6. И затем агрессивно вывести ферзя на Е2 или на Д2. Сыграть длинную аркировку. Ф4 и начать атаку на короля. Е6. Ход стандартный. Нужно взять под контроль поле Д5 и вывести слона Е7. Ф4. Ну, идея все та же. Захватить пространство в центре и угрожать ходом Е5 с выигрышем фигуры. Поскольку конь связан. И здесь Полугаевский делает ход Б5. Это вот и есть так называемый вариант Полугаевского. То есть, мы видим, что белые развили уже три легкие фигуры. Черные пока еще развили только одну. И, ну, стандартным ходом на сегодня является ход слон Е7. Тем не менее, ход Б5 преследует, ну, такие конкретные угрозы. Создает. То есть, это прежде всего ход Б4 с атакой пешки на Е4 и ход слон Б7. Также нападая на пешку Е4. Никитин сыграл ферзь Ф3. Но я напомню, что это 59-й год. То есть, это очень-очень уже давно. И, конечно, тогда взгляды на теорию были другие. Сейчас, к сожалению, дебют немного вышел из моды по следующим соображениям. То есть, конечно, произошла там большая переоценка в связи с компьютерными шахматами и переоценкой дебютов и так далее. Вот, например, после Б5 сейчас главная линия это ход Е5. То есть, атака коня в центре. Взяли-взяли. Казалось бы, что конь теряется. Но у черных находится хитрый ход ферзь С7. То есть, ферзь уходит из-под связки и атакует пешку на Е5. Если забрать, то следует ферзь Е5 шаг, слон Е2 и ферзь Ж5. То есть, мы видим, что у черных 6 пешек, у белых 6 пешек. То есть, пешек поровну. И ферзь не попался. И наступает... Ну, у черных, скажем, два слона. Но после хода рокировка оценка очень и очень неутешительная для черных. То есть, показывается ход ладья А7. Конечно, трудно так верить, что такие шахматы могут принести много очков. То есть, тут примерно 60% результата для белых. Это очень высокий процент. То есть, к сожалению, дебют не... Скажем, пока что... Может быть, компьютеры в дальнейшем за черных защитят эту позицию. Но на данный момент так не играют. Итак, вернемся в 1959 год. Ферзь Ф3 сыграл Никитин. То есть, с идеей сыграть Е5 и атакована ладья на А8. Слон Б7. Ну, логичное продолжение. Естественно, выводится фигура и связана пешка Е5. То есть, ход Е5 сейчас невозможен. Грозит Б4 с выигрышем пешки на Е4. А3. Конь Б на Д7. Подкрепляя коня Ф6. То есть, не очень хочется здесь брать пешкой. И постепенно добиваясь развития. Также конь может прыгнуть на С5. Но это такая стандартная игра из Найдерфа. Здесь белые играют Ф5. То есть, это один из программных ходов. То есть, если Ферзь стоит на Ф3, Е5 провести невозможно. То Ф5, конечно, выглядит логично. То есть, с идеей атаковать пункт Е6. Или... И поскольку, ну, фактически тут вынужден черный играть Е5. Белые получают пункт Е4. Посмотрим, что было дальше. Конь Б3. Слон Е7. Ну, такой ход тоже нужно сделать. Вывести фигуру. Может быть, в какой-то момент сделать рокировку. Белые делают рокировку. И ладья С8. Одна из идей варианта Полугаевского в том, что ладья именно выходит первая. То есть, Ферзь С7, который ход практически можно сделать в любой исцелянской защите, здесь не делается. Поскольку черные дополнительно хотят постоянно угрожать ходом ладья С3. Очень неприятное жертва качества. Которую, конечно, в нужный момент черные должны делать. То есть, есть такое правило, те, кто интересуется, что если удается сдвоить пешку на линии С, то есть, отдать качество и забрать на Е4, то это у черных выигранная позиция. То есть, если вы играете белыми, то вы не должны давать такую возможность пожертвовать качество. То есть, только стеречь обязательно этого коня. Слон Д3 рекомендовал Полугаевский сыграть ладья С3 для того, чтобы не дать сдвоить эти пешки. И рокировка. Ну, в принципе, по компьютеру выигрывала просто ладья С3. Да, то есть, сделаем этот ход. Ферзь С7. Допустим, король Б2. И конь Б6. То есть, заходят кони А4. Теряется пешка. Огромное количество угроз, с которыми белым просто не справятся. Ладьи пока отдыхают. И являются только мишенями для черных фигур. То есть, здесь Полугаевский не решился сразу играть. Решил, что пока у него время есть, сыграл рокировка. И последовало взятие. И конь Д5. То есть, задумал Никитин следующее. То есть, Полугаевский тут написал в книге, что это вот есть основной план. Конь Д2, поставить, допустим, коня на Е4 и играть затем на королевском фланге. Ну, для меня это было бы немного, скажем, не выглядело бы так опасно на самом деле. Потому что это ужасно долго. Но тем не менее, в какой-то момент у Никитина даже был перевес. Сейчас мы это увидим. Итак, в этой позиции сильнейшее продолжение выбирает Полугаевский. Он отдает слона. То есть, надо понимать, что, скажем, после взятия, такой слон не может быть хорошей фигурой. То есть, он все-таки пассивный. Он не может никуда быть перестроен быстро. И, по сути, тоже даже где-то мешается черным. Поэтому отдать этого слона, это вот обычная ситуация. Забрали и ферзь С7. Пока планирует сыграть ферзь Б7 Полугаевский и навалиться на пешку Д5. Король Б1. Ладья Е8. Где-то в планах черных сыграть Е4. И, ну, для этого, может быть, слона отвести на Ф8. Ну, немного такая медленная игра идет. Сейчас, конечно, шахматисты вынуждены были бы играть более агрессивно. То есть, пока мы видим, что, ну, вот, 50 лет назад. Извиняюсь, уже там 60 лет назад. Все-таки шахматы были чуть-чуть медленнее, чем сегодня. Конь Д2. Ну, вот повел Никитин коня в центр. Я, когда этот ход увидел, я, конечно, подумал, что, наверное, что-то не так. Действительно, Ж4 хочется сыграть. И сразу создавать угрозы. То есть, это и был лучший ход по мнению компьютера. То есть, конь здесь стоит, ну, скажем, не то что для мебели. Ну, что... То есть, ну, столько ходов не требуется, да, для того, чтобы акунь на Ф6 вроде как может попасть по темпу при случае. И почему бы здесь не сыграть Ж4. Ну, ошибся здесь шахматист. Играющий белыми конь Д2. Ферз Б7. Вот уже пристали к пешке на Д5. То есть, вот стратегия здесь черных начинает давать о себе знать. То есть, грозит также ладья Ц5 подключения. И также А5, Б4, множество угроз. Ну, ферз здесь вообще стоит очень хорошо. Также отмечу, что когда у черных есть чернопольный слон, то ферзя нужно держать, допустим, на белом поле, чтобы закрывать большее количество полей. Конь Е4. И Б4. То есть, мы видим, что черные начали первую агрессию. Грозит БА. Пешка Б связана. А4 и Б3. Ну, вот это, видимо, недооценил Никитин. То есть, прорыв идет очень стремительный. Выясняется, что белые ничего не успели. А черные грозят уже прямыми угрозами. С3. Ферзь Д7. Просто нападая на пешку, и этот гвоздь тут очень неприятен. Слон Ф6. Ладья Ц5. Грозит ладья А5 и взятие. Ферзь Б4. Ферзь А7. Ну, тут ходы делаются сами собой. Трудно что-то комментировать. То есть, когда идет такая атака, постоянно, как бы, белые защищаются от одной угрозы. Следует следующая. То есть, теперь этот ферзь попадает под атаку. Ладья А5. Ферзь А7. Приходится забирать. То есть, грозит по-прежнему ладья Б8. И затем ферзь Д7. То есть, забрал здесь Никитсен. Ладья Б8. Ферзь Б7. Пока уклоняется от размена. Атакует пешку на Б2. Ферзь Б4. Ну, предлагает здесь размен Никитсен. Также можно было и ферзь С7 сыграть. Но очень правильный ход. Размен. То есть, на данный момент у белых пешка. Но позиция безнадежная. Слон С2. Прикрывая пешку А4. И вот вскрытие идет слона Ф6. Когда вот у вас, допустим, фигура. Ну, слон в данном случае очень долго закрыт. То есть, у этого слона вообще там не было ходов. И вдруг он скрывается. Жертва компьютера, допустим, всегда жертвует пешку. Даже в данном случае ее нельзя забрать. Но даже если бы ладья стояла на Б6. Я уверен, что Е4 была бы первая линия. То есть, очень важно вскрыть именно слона. Когда у вас разнопольные слоны. И после корольца А1 и ладья Ц4. Связывая дополнительно слона белых. Значит, Никитин признал свое поражение. Поскольку, ну, неотразимой угрозой грозит. Допустим, после такого хода. Там Е3. Слон Б2. То есть, ну, нет защиты. Все теряется материал. И белые признали свое поражение. Итак, спасибо всем за внимание. И до новых встреч.